Добрый день, дорогие зрители и подписчики нашего канала. Мы уже не раз рассказывали о заборах из металлического штакетника, о его очевидных преимуществах в своем сегменте. Сегодня давайте разберем, что стоит учитывать при выборе штакетника. Итак, во-первых, толщина должна быть 0,4-0,5 мм. Во-вторых, на поверхности штакетин не должно быть сколов, заусенцев, а также царапин и прочих повреждений покрытия, так как именно покрытие защищает металл от коррозии. Третье. Обратите внимание, чтобы покраска металлического штакетника была одного цвета. Точнее говоря, берите объем из одной партии. Один и тот же цвет у разных партий, а также разных производителей, может немного не совпадать. Физических проблем в этом, конечно, нет, но влияет на эстетику. И, наконец, обратите внимание на кромку штакетин. Она должна быть хорошо завальцована, чтобы углы не были слишком острыми. Если обработка была недостаточно тщательной, а край можно будет порезаться. Теперь разберем виды штакетника по профилю. Наиболее популярные в нашей стране это вариант П-образный, М-образный и Р-образный. П-образный профиль прямоугольный. По центру обычно располагается одно ребро жесткости, но может быть и гораздо больше. Ну, проще говоря, чем больше ребер жесткости, тем больше нагрузки способен выдержать забор из такого штакетника. М-образный, исходя из названия, напоминает букву М в разрезе. Выемка по центру делит его на два волновых изгиба. Р-образный, похож на П-образный штакетник, но отличается тем, что профиль у него покатый, а не прямоугольный. Часть профилирована ребрами жесткости. И, наконец, давайте посмотрим виды штакетника в зависимости от типа покрытия. Самый простой это оцинковка. Впрочем, редко можно встретить металлический штакетник с простой оцинковкой. Это скорее прерогатива профнастила. Поэтому к защитному слою цинка добавляются наиболее популярные красочные материалы. Это полиэстер, самый простой и доступный. Срок службы в среднем 20-40 лет. Пласт-изол. Покрытие скорее относится к промышленному исполнению и используется в суровом климате. Срок эксплуатации такого забора составляет 30-50 лет. Пурал. Толстое многокомпонентное покрытие. Служит 40-50 лет. ПВДФ. Покрытие, в основе которого имеется акрил и поливинилфторит. Также очень надежный. Срок службы до 50 лет. Принтэч. Технология печати на штакетнике с имитацией деревянного или каменного забора. В основу которого также идет полиэстер или пурал. Не менее надежен, но более эстетичен за счет рисунка. На сегодня это все. Выбор, как всегда, за вами. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!